Главная улица приходит в упадок. Такое сообщение пришло в нашу рубрику «За Красноярск обидно». Речь о проспекте Мира. Магистральном, историческом и туристическом. В двух словах это лицо Красноярска. Почему за Мира обидно? За Красноярск обидно. Проспект Мира, центральная туристическая улица нашего города, пришла в негодное состояние. Видео негодования из самого сердца города записывает для нашего телеканала красноярец Кирилл Агафонов. Говорит, главная улица теряет свой лоск. Брусчатка местами пошла волной, тактильная плитка рассыпалась, а на тротуарах грязь. Я как житель Красноярска очень люблю гулять по проспекту Мира. И в один момент заметил, что перестали убираться абсолютно вообще в центре города. И помимо этого брусчатка сама по себе еще начала разрушаться, сыпаться, крошиться. Я периодически катаюсь то на лонгборде, то на велосипеде, то на самокате, на всех различных видах транспорта. И стало действительно неприятно ездить. Уже некомфортно, уже все трясется. Мы сегодня тоже решили проинспектировать проспект Мира. Он очень длинный, поэтому возьмем участок от профсоюзов и до Вейнбаума. Уже снарядились экшн-камерой, и чтобы сделать это все быстрее, поедем на самокате. Почти на каждом перекрестке бросается в глаза тактильная плитка для слепых. Она раскрошилась, потеряла цвет и самое главное назначение. Восстанавливать ее будут, обещают в мэрии. Но уже в следующем году. Водоотводы, кажется, тоже не выдержали наплыва пешеходов. Локально есть грязь на тротуарах и фасадах. В Удибе, который отвечает за содержание улицы, говорят, убираются каждый день. Но, например, отмыть брусчатку иногда невозможно. Действительно есть въевшиеся пятна, которые, к сожалению, практически невозможно удалить. Из-за особенностей поверхности плитки она пористая, и попав туда, жидкость практически невозможно вычистить. Все также замечания по тротуарам устраняются в течение сезона в рамках содержания. Некоторые скажут, искать недостатки на проспекте Мира все равно, что жиру бесится. В целом, конечно, улица выглядит ухоженно. Но нужно вспомнить, что причесали ее только к универсиаде 2019 года. Это была большая работа нескольких городских служб. В 2018 году начали приводить в порядок фасады. Избавились от рекламных вывесок и отштукатурили здания. Еще поменяли уличную мебель и сделались десяток марафетных дел. С тех пор у благоустройства всего города появился свой единый стиль. Про него в 2021 году рассказывал тогда еще мэр Сергей Еремин. И по-народному обозначил, как должен выглядеть Красноярск. Мы город, должны быть таким городом, чтобы от него просто балдели. Птицы должны гордиться, если прилетают над Красноярском. Софья Толстопятова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима. Новости Прима.